Утром мы пьем кофе или чай, они подряд и помогают проснуться. А если на подъеме сил нужно оставаться весь день и всю ночь, на помощь приходят они. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, безалкогольный энергетик. Спасибо. Скажите, пожалуйста, молодежь часто покупает? Молодежь, я бы не сказала, что сейчас много покупает. Статистика говорит обратное. Около 70% тех, кто заряжается от жидких батареек, подрастающее поколение. Любитель дискотек или усердные студенты. А из числа взрослых заядлые трудоголики. К слову, потребители энергетиков часто знают о составе не больше, чем те, кто ни разу их не пробовал. Просто лимонад с кофеином, на мой взгляд. Ну, лучше вообще ничего, слишком много не пить. Не только энергетики. Там кофе, все такое. Не знаю. В разумных пределах. Все равно там нет хорошего ничего в этом. Соки все равно лучше, чем это. Я бы, например, была против, чтобы они не пили гадость никакой. Они вредны для здоровья. А почему вредны? Ну, не знаю, тут добавляют что-то, не знаю, уже. В основе энергетиков кофеин и еще ряд разрешенных веществ. В сочетании они активизируют работу мозга, повышают выносливость сердечно-сосудистой системы, снижают утомляемость, корректируют суточный биоритм. Организм как бы берет энергию в долг. Со временем это может привести к привыканию бессонницы, депрессии, тахикардии. Спазм всех сосудов, кровеносных сосудов, учащение сердцебиения, это однозначно, повышение давления артериального. Это признаки употребления вот этих вещей, как кофеин и другие, да. Ну, вы понимаете, у нас несовершеннолетний, если он выпьет чашечку чая дома или чашечку кофе, то ничего страшного, больше он не будет пить. А вот культуральность, традиция современных подростков такова, что они употребляют не одну баночку. Пока на федеральном уровне ограничения оборота тенизирующих напитков не закреплены. И те, кому нет 18-ти, выбирают сами, что их будет окрылять. Бодрость из банки или энергия молодости. Липецкие парламентарии обсудили проект закона о запрете продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. Его рассмотрят на сентябрьской сессии областного совета депутатов. Катерина Мелехова, Михаил Жилкин, Липецкое время.